Всем доброе утро, добрый день. Как и договаривались, ровно в 11 часов по московскому времени начинаем наш вебинар в рамках конкурса кинопроектов на Планета.ру, который пройдет с 1 по 26 февраля включительно. И сегодняшний вебинар будет как раз посвящен финансированию и продвижению кинопроектов. И поговорим мы о краудфандинге, о том, как применять этот инструмент для получения средств для реализации своих кинопроектов. Меня зовут Егор Ельчин, я куратор образовательного направления Планета.ру, куратор школы краудфандинга. И сегодня я буду вам рассказывать, что такое краудфандинг и как его правильно и продуктивно использовать. Сейчас я прочитаю полуторачасовую лекцию, ну примерно полуторачасовую. Во время этой лекции вы можете задавать все интересующие вас вопросы в чатик, ну все зависит от того, где вы смотрите трансляцию или на ютубе, или у нас на планете. В любом случае есть окошко чата, в котором вы можете задавать все вопросы и после окончания своей лекции я отвечу на все вопросы. Ну что ж, теперь, наверное, приступим уже к самой лекции. Итак, поговорим мы, как я уже сказал, о краудфандинге. Будем разбираться, что это такое, как этим инструментом правильно пользоваться для того, чтобы ваши проекты получали необходимые средства для своей реализации. Итак, ну начнем с азов вообще. Что такое краудфандинг и с чем его идет? Слово наверняка для многих уже знакомое, но повторить будет не лишним. Итак, краудфандинг – это английское слово, состоящее из двух простых. Крауд и фандинг. Крауд – это толпа, а фандинг – это финансирование. То есть, если попытаться как-то перевести это сложное слово на русский язык, то получится что-то вроде народного финансирования. То есть, это привлечение средств на реализацию той или иной идеи, творческой, технологической, бизнес-идеи и так далее. В общем, это привлечение средств на реализацию идеи с помощью тех людей, которым эта идея интересна, вна, востребована и так далее. То есть, это реализация своего проекта путем привлечения финансов от неравнодушных людей, скажем так. Слово – это довольно популярное и востребованное в данный момент. Почему же? Потому что у краудфандинга есть свои плюсы. Первый, самый главный и основной плюс – это, естественно, как раз-таки фандинг, финансирование. То, ради чего вообще все это и было придумано – это привлечение финансовых средств от людей, которые заинтересованы в реализации вашего проекта. Это первый плюс. Но где первый, там, разумеется, и второй. А второй – это как раз крауд, то есть толпа. Вы, привлекая средства в свой проект, работаете с большим количеством аудитории, которые отвечают вам взаимностью, причем в рублевом эквиваленте. Соответственно, работая над своим краудфандинговым проектом, вы автоматически создаете вокруг себя, как автор проекта и вокруг своей идеи, плотное, крепкое, сплоченное комьюнити людей, которым ваши идеи и вы не безразличны. И они подтверждают это не только словом, но и делом. В данном случае – финансовой поддержкой вашего проекта. Но краудфандинг не ограничивается только таким форматом привлечения аудитории. Помимо этого, нужно сказать, что зачастую в процессе работы над своим проектом автор привлекает аудиторию не только в рамках краудпроекта, но и находит дополнительных соратников, которые помогают реализовать ему свой проект. То есть люди не готовы, допустим, поддержать финансовый проект на краудфандинговой платформе, но они заинтересованы в том, чтобы этот проект получился, он стал интересен, и они предлагают свою посильную помощь в его реализации. Команда может пополниться монтажером, световиком, звукорежиссером и так далее. То есть благодаря тому, что вы запускаете свой проект и начинаете продвигать его в интернете, у вас гораздо больше поводов о нем говорить, говорить о тех потребностях, с которыми я сейчас сталкивался и так далее. Поэтому это помогает расширить вашу аудиторию, расширить команду. Ну а зачастую, опять-таки, с помощью краудфандинга можно найти и крупного инвестора, и продюсера. Все благодаря тому, что этот проект был запущен, и автор занимается его продвижением. Ну и третий немаловажный плюс в рамках краудфандинга – это проверка вашей идеи. То есть по сути, свой запущенный краудпроект будет являться некой лакмусовой бумажкой того, насколько ваша идея сейчас находится в идеальном или околоидеальном состоянии. Потому что люди, можно сказать, голосуют рублем за реализацию вашего проекта. И как раз-таки краудфандинг показывает, насколько сейчас идея хороша, насколько она находит отклик аудитории, и насколько вы, как автор своего проекта, грамотно с ней работаете, грамотно позиционируете свой проект и преподносите его аудитории. То есть это такая проверка на прочность и вашей идеи, и вас, как автора, и как человека, который занимается продвижением этого проекта. Звучит все довольно хорошо, интересно и перспективно, но лучше любых слов скажут сухие цифры. Более 356 миллионов рублей было собрано на реализацию различных проектов только на нашей площадке. За 3,5 года ее существования более 356 миллионов было собрано. Кинопроекты занимают значительную посильную долю в этих суммах. На самом деле, кинопроекты занимают одну из лидирующих позиций на данный момент и по количеству запущенных проектов, и по финансируемой сумме общей доли сборов на нашей площадке. Нужно сказать еще о том, что динамика сбора также говорит о том, что краудфандинг – это перспективная форма инструмента финансирования проекта, потому что за 2015 год, вот недавно прошел год, было собрано почти половину от той суммы, которую мы имеем на данный момент. То есть это говорит о положительном и динамично растущем темпе вовлечения людей как авторов проектов, так и людей, которые поддерживаются и доверяют такому инструменту, как краудфандинг в рамках продвижения и финансирования проекта. Ну, ниже вы можете видеть сухие статистические данные, которыми мы тоже, на мой взгляд, можем смело похвастаться. Ну, и правый верхний угол – это дополнительные возможности нашей площадки, которые позволяют грамотно работать с потенциальной аудиторией, которая может поддержать ваш проект. Нужно сказать, что на ранних этапах существования нашей платформы «Планета.ру» мы планировали, что у нас будет не только краудфандинговая площадка, но и социальная сеть, где люди смогут общаться, объединяться в сообщество и параллельно еще поддерживать естественные проекты. Но тут нас обогнали такие люди, как Цукерберг и Дуров. Элемент социальной сети не стал настолько востребован, как нам бы этого хотелось, но тем инструментом социальной сети, который мы планировали развивать, благодаря этим инструментам мы можем очень грамотно работать с зарегистрированными пользователями на нашей площадке. Это в первую очередь полезная информация для людей, планирующих запускать свой проект. У нас есть возможность сегментации аудитории по демографическому признаку, по возрастному сегменту, по типу тех проектов, которые они поддерживают, или по сумме и так далее. То есть это на самом деле упрощает работу по продвижению автором, то есть вам не придется стучаться во все двери подряд после запуска проекта, а идти уже к вполне конкретным людям, отвечающим вашим запросам. Но не нужно думать, что краудфандинг – это такая волшебная машина, которая все ваши хотелки, желания и мечты будет трансформировать в деньги. Это не так. Не будет такого, что после того, как вы научитесь правильно выговаривать это слово, краудфандинг, сразу же все ваши мечты начнут обрастать деньгами. К сожалению, такого не произойдет, потому что краудфандинг – это большая, сложная, кропотливая работа, ну практически 24 часа 7 дней в неделю. Ну, по крайней мере, на первых порах запуска и продвижения проекта это будет именно так. Но эта работа на самом деле того стоит, потому что, как я уже говорил, есть три самых важных и больших плюсов краудфандинга. Это финансирование, вы получите благодаря этой большой и сложной работе средства на реализацию вашего проекта, вы получите плотное и отзывчивое комьюнити вокруг своего проекта, если почему-то до сих пор такого не было. И самое главное, вы вместе со своим проектом пройдете мощную проверку на прочность и обретете богатый опыт. Ну, давайте теперь посмотрим, как правильно составить и из чего составить проект на краудфандинговой платформе, в частности на нашей. Но на самом деле нужно сказать, что практически любой проект на любой краудфандинговой платформе состоит примерно из одних и тех же частей. Ну, будем разбираться. Будем разбираться на примере проекта по выпуску короткометражной комедии «Петух». Итак, вот примерно так выглядит практически любой проект на странице «Планета.ру». Будем смотреть, из чего он состоит. Первая часть – это видеообращение. Это визитная карточка любого краудфандингового проекта, который в доступной простой форме расскажет и покажет авторов проектов, проиллюстрирует их идею и расскажет, почему этот проект нужно поддерживать. В рамках кинопроектов видеообращение должно присутствовать по умолчанию, а иначе что это за кинопроект без видеообращения. Следующий элемент – это описание проекта. По сути, описание проекта дублирует видеообращение, просто здесь уже в текстовой форме рассказывается все то же самое. Автор представляется или команды проекта представляются, рассказывает о себе, рассказывает о своем проекте, о том, что необходимо для его реализации и почему люди должны подключаться к этому проекту и помогать в его реализации. Здесь уже можно поподробнее все описать в тексте, добавить дополнительные картинки, видео и так далее. Следующий элемент – это финансовая цель и период сбора. Здесь авторам проекта необходимо указать ту сумму, которая нужна для реализации проекта и указать сроки, за которые эта сумма в рамках краудпроекта планируется быть собранной. То есть краудфандинг – это не бесконечная история, а история, ограниченная временными рамками, которые устанавливает сам автор. Поподробнее мы об этом поговорим чуть позже. Четвертый элемент – это акции, вознаграждения, бонусы, лоты. В общем, можно называть это как угодно. Суть у этого блока одна. Это все то, что будут получать люди взамен своей финансовой поддержке. То есть краудфандинг – это небезвозмездная финансовая поддержка. За каждый свой пассивный взнос человек будет получать тот или иной бонус, который предлагает ему автор проекта. Это все четыре видимых элемента, которые располагаются на краудфандинговой площадке в рамках проекта. Но есть еще невидимый пятый элемент – это вот такая вот ракета, удовлетворяющая собой продвижение. То самое продвижение, которым будет заниматься автор проекта или команда проекта. Это та самая работа как раз 24 на 7. И днем, и ночью работа по продвижению проекта, по привлечению аудитории на проект, для того, чтобы его поддерживали и необходимые суммы средств собирались в рамках краудкомпании. Вот такие пять элементов в рамках краудфандингового проекта будем теперь поэтапно с каждым разбираться. Начнем, естественно, с видеообращения. Как я уже сказал, видеообращение – это визитная карточка краудпроекта. В рамках кинопроектов он должен быть по умолчанию. Иначе это как сапожник без сапог. Такого просто быть не должно. Итак, как правильно подготовить хорошее, качественное, самое главное – действенное видеообращение? Для начала нужно понять вообще для кого вы его снимаете, кто ваша аудитория, кому ваш проект будет интересен, востребован, кто его будет ждать и кто ваш зритель. Ну, в случае, например, кто ваш зритель. И как только вы поймете, кто эти люди, кто эта аудитория, сразу же будет понятен язык, на котором вам нужно будет с ними разговаривать. То есть обращаться к своей аудитории нужно как раз в той комфортной форме, в которой вашей потенциальной аудитории все будет предельно понятно, доступно. Если они привыкли слышать от вас довольно неформальную, не душитливую форму общения, то именно так и нужно продолжать. Самое главное все-таки донести мысль, а не удивить экстравагантной формой подачи информации. Позаботьтесь заранее о том, что вы будете говорить в видеообращении и о том, что будет происходить в кадре. Об этом во всем нужно позаботиться заранее. Так же, как и о съемочной аппаратуре. И позаботиться о качестве звука и видео, потому что картинка и звук все-таки решают. Нужно на самом деле снять действительно качественную картинку с хорошим звуком, чтобы было приятно и глазу, и уху, и чтобы было все понятно. Не стоит выкладывать непонятные видео, снятые на веб-камеру в 4 часа ночи, где бледное, уставшее, сонное лицо в кромешной тьме рассказывает что-то очень долго, нудно, и все это дело еще и длится 20-30 минут. Видеообращение должно быть коротким, емким и информативным. Длиться оно должно не более 2,5 минут. На самом деле за это время можно рассказать чуть ли не всю свою жизнь и все детали своего проекта. Поэтому не стоит снимать многосерийный или полнометражный фильм о том, почему ваш проект достоин внимания и почему его нужно поддерживать. 2,5 минуты более чем достаточно. Видеообращение нужно публиковать одновременно со стартом проекта. Очень часто авторы говорят нам о том, что давайте уже запустим проект сейчас, видеообращение у нас готовится, мы его разместим на странице проекта через неделю. Мы не рекомендуем так делать по одной простой причине. Первое впечатление очень сложно произвести второй раз. Когда люди, заинтересовавшиеся вашим проектом, заходят на его страницу, перед глазами у них все выглядит довольно статично, что для современного интернета несколько пугающе. Ничего не двигается, ничего не меняется, видео нет, есть много текста, есть картинки. Это значит уже нужно вчитываться, вдумываться. Куда было бы проще, эффективнее и приятнее нажать кнопку play и там за 2 минуты узнать все необходимые подробности, еще и посмотреть на приятную глазу картинку. Если видеообращения в проекте нет, этого не происходит, человек, естественно, не хочет вчитываться и уходит со страницы этого проекта. Второй раз затащить этого же самого человека на страницу этого проекта после того, как там появится видео, будет куда сложнее. У него уже есть четкое сформировавшееся мнение об этом проекте, что там скучно, да, вроде бы было интересно, но не зацепило, потому что на странице проекта откровенно скучно. Нет видеообращения в кинопроекте. Довольно странно, не внушает доверие, и человек просто второй раз уже не пойдет на страницу проекта. Ну и самую главную задачу, которую должно выполнять видеообращение, это побуждать в действии. А действия в рамках краудфандингового проекта самое главное, это поддержка. Поддержка, причем вполне конкретно, финансовая. На заре краудфандинга мы несколько стеснялись говорить о том, что проект нужно поддерживать финансово. И мы предлагали авторам формулировать свою мысль очень просто. Говорить, поддержите наш проект. Поддержать проект можно по-разному. Можно дома поддержать проект, сказать в экранном наторе, какие ребята молодцы. Можно поставить лайк. Ну, такие весьма условные формы поддержки написать авторам, молодцы, у вас, надеюсь, все получится и на этом ограничиться. Нужно давать вполне четкие формулировки в рамках видеообращения. Поддержите наш проект финансово. Мы нуждаемся в вашей финансовой поддержке для того, чтобы выпустить наш короткометражный фильм. А еще нам нужны монтажеры, нам нужны световики, звуковики, нам нужна массовка. И все это нужно обязательно проговаривать. Прямо в видеообращении, чтобы люди, его посмотревшие, составили четкую картину того, вообще, что здесь происходит. Что есть такая команда ребят, если он с ними не был знаком заранее, то познакомился сейчас. Они хотят снять вот такой вот фильм, вот такой сериал, вот такую короткометражку. Им для этого нужно вот такая сумма свет, а еще им нужна массовка и так далее, и так далее. То есть, после просмотра видеообращения у людей не должно оставаться никаких вопросов, а должна складываться в голове очень четкая инструкция дальнейших действий. Все эти возможные варианты действий должны быть как раз изложены аккором проекта. Как должна быть построена структура видеообращения? Для начала, естественно, должны представиться и познакомиться. Кто-то вас знает, кто-то что-то слышал, кто-то с вами давно знаком, и просто рад видеть вас в рамках этого видеообращения. Представились, рассказали о себе. Если есть уже какие-то предыдущие заслуги, по которым люди вас могут знать или на этот раз узнать, об этом и во всем нужно вкратце рассказать. Следующий момент уже как раз нужно рассказывать о своем проекте. какая есть идея, как она возникла, что она из себя представляет и чего для этой идеи, для ее реализации вам не хватает. Не хватает вам, понятно, чего, раз вы пришли на Кралком. Не хватает финансов. Не хватает финансов на что? И об этом тоже лучше рассказывать прямо в видеообращении. Нам необходимы средства для костюмов, для декораций. Либо у нас уже все готово, но остался пост-продакшн. Нам необходимо провести пост-продакшн, цвет и коррекцию, для того, чтобы уже выпустить наш короткометражный фильм. И желательно проговаривать четкие суммы. Если есть несколько подцелей, небольших, например, монтаж, цвет и коррекция и так далее. Это все тоже лучше заранее проговорят, чтобы у человека, опять-таки, создавалась очень ясная, прозрачная картина, на что, сколько средств вам необходимо. Ну и, как я уже говорил, призыв к действию, мотивация, побуждение к тому, чтобы человек поддерживал ваш проект. Поддержите наш проект финансово, информационно, а если вы можете присоединиться к команде нашего проекта, мы также будем вам признательны. Это все нужно проговаривать, опять-таки, для того, чтобы у людей, смотрящих видеообращение, не оставалось больше никаких вопросов о том, почему вам нужны деньги и на что они пойдут, почему человек должен в этот момент подключаться к проекту. Переходим ко второму блоку, ко второму элементу краудпроекта. Это текстовое описание. Суть его та же самая. Все те же самые элементы структуры видеообращения, которые мы сейчас только что разобрали, все они присутствуют в текстовом описании. Все то же самое. Представились, рассказали о себе, рассказали о своем проекте, рассказали, на каком он сейчас этапе находится и чего проекта не хватает для того, чтобы он, наконец, уже свершился. Не хватает средств и не хватает поддержки людей, заинтересованных в его реализации. Все то же самое. Но здесь уже можно углубиться в детали. Это видеообращение, это уже текстовое описание. Здесь можно поподробнее расписать каждый из этих элементов, дать более развернутую картину. Но, конечно, не стоит углубляться в написание огромного полотна текста. Постарайтесь, конечно, тоже максимально кратко и доступно изложить всю информацию, но дополнительные детали здесь уже, потому что могут присутствовать. Самое главное, не стоит выкладывать огромную портянку сухого безликого текста. Обязательно используйте гиф-анимацию, вставляйте видео, вставляйте фотографии, оформляйте текст в виде картинок, для того, чтобы это смотрелось как красивая, интересная текстовая презентация вашего проекта. Визуализируйте каждый из блоков, каждый из абзацев. По сути, я вернусь сейчас слайд обратно, можно условно текстовое описание вот как раз разбить на те пять блоков, которые у нас на картинке сейчас представлены. пять элементов и можно разложить также весь текст, на пять абзацев. И каждый из этих абзацев можно подкреплять картинкой, видеоматериалами, в общем, любыми дополнительными материалами, которые позволят вам проиллюстрировать ваши слова, нужно подкреплять ваше текстовое описание. Это, во-первых, опять-таки добавит прозрачности и приятности вашему текстовому описанию, а во-вторых, опять-таки останется меньше у людей вопросов, если не только рассказывают, но и показывают. Вот такой текст даже читать не хочется. Интересно, скучно, ну, разве что только если на ночь, чтобы покрепче уснуть. Максимально визуализируйте свое видеообращение, текстовое описание. Это поможет, правда, создать положительный образ вашего проекта. Переходим к третьему элементу. Это финансовая цель. И сроки проекта. Серьезный, важный блок. Сейчас предлагаю всем записывать, запоминать. Ну, для венилых могу сказать, что чуть позже будет выложена запись этого вебинара, поэтому сможете просмотреть потом дополнительно. Но сейчас требую максимальной сосредоточенности, потому что сейчас будут серьезные данные, связанные как раз с финансами. По срокам проекта. Что мы рекомендуем? Мы, как планета, рекомендуем среднюю продолжительность проекта ставить от полутора до трех месяцев. На самом деле, на данный момент, за два-три месяца можно собрать вполне себе весомую сумму средств. Например, 200-300 тысяч рублей за это время вполне реально собрать при грамотной работе со своей аудиторией, при грамотно составленном проекте. Это все вполне реально. Но, как видите, после верхнего предложения стоит в конце звездочка и внизу сноска. О чем она говорит? О том, что мы площадка довольно лояльная и мы предлагаем такую возможность авторам проектов продлевать один раз свой проект, но на срок не больше изначально заявленного. То есть, если изначально у нас проект запустился на два месяца и за эти два месяца он собрал неполную сумму средств, не 100%, то такие проекты мы позволяем продлевать еще максимум на два месяца. Почему? мы так лояльны к проектам. Потому что, зачастую, только в процессе именно запуска проекта и уже работы с ним во время его существования только тогда автор начинает понимать, как правильно нужно работать со своей аудиторией. И только благодаря тому, что он запустил свой проект, он нашел вообще ту аудиторию, которой этот проект интересен. и, к сожалению, за два месяца он не успевает собрать все искомые средства, но мы, как площадка, видим, что автор заинтересован в сборе средств. И, в принципе, дав ему еще месяц-полтора, он вполне себе сможет собрать искомую сумму и все у него получится. Поэтому мы предоставляем такую возможность продлевания проекта. Что касается суммы. На самом деле, если это ваш первый краудфандинговый проект, то нужно быть аккуратнее с суммой для реализации вашего проекта, потому что первый проект это всегда проверка на прочность. Как я уже и говорил, проверка на прочность вас, как автора или команды вашего проекта, насколько он сейчас находится в той форме, которая заинтересует аудиторию. Ну и, собственно, и проверка аудитории, насколько они готовы сейчас работать в таком формате отношений с вами, насколько им данный продукт интересен и насколько они готовы финансово вкладываться в его реализацию. Поэтому в рамках первого проекта всегда нужно быть аккуратнее с суммой, чтобы не испугать свою потенциальную аудиторию, не спугнуть, а как раз таки вместе с ними дойти до победных 100%, а то и перешагнуть через них. Поэтому, понятное дело, что кинопроекты зачастую всегда очень большие серьезные бюджеты, но в этом случае, если это ваш первый проект, нужно действовать поэтапно, выделять из общего бюджета некоторый элемент на тот или иной этап развития вашего проекта и выставлять именно его на краудфандинг. Это, во-первых, поможет вам точно достигнуть 100% отметки, а во-вторых, поможет и аудиторию настроить на такой формат взаимоотношений, такой формат работы и реализации интересных и вам проектов. Поэтому не стоит сразу замахиваться на несколько миллионов, стоит действовать поэтапно. Ну и в любом случае, нужно отталкиваться в первую очередь от нескольких факторов. От того, сколько вам действительно нужно, по крайней мере минимум, и сколько приблизительно или сколько, как вы чувствуете и предполагаете, вы можете получить от своей аудитории. Мы тут каких-то четких цифр и советов давать не можем, потому что в любом случае только самому автору может быть известно, насколько его аудитория отзывчива и какую сумму будет посильно с помощью его целевой аудитории собрать, получить в рамках крауд-проекта. Но всегда нужно быть аккуратным. Не нужно тоже сильно перестраховываться и собирать совсем какие-то низерные суммы, но тем не менее нужно подходить к этому вопросу адекватно. Поэтому, как я уже говорил, не стоит сразу пугать людей многомиллионными бюджетами, нужно действовать поэтапно. Теперь поговорим о финансовой цели, из чего она в обязательном порядке должна состоять, по крайней мере даже минимально. В первую очередь финансовая цель должна в себя включать те самые средства, необходимые для реализации проекта. Если необходимо 300 тысяч на цветокоррекцию, то они все 300 и должны присутствовать в той финансовой цели, которую вы выставляете в рамках Калл-Тангинга проекта. Помимо этого, сюда нужно плюсовать и включать нашу комиссию, комиссию планеты и платежных агрегаторов. Тут существует несколько вариантов комиссии. Если проект собирается от 100% и выше, то комиссия планеты и платежных агрегаторов будет равна 10%. Эту сумму, эту комиссию также нужно выкладывать в общую финансовую цель для того, чтобы после того, как комиссия будет изъята, вы получили ту самую финансовую цель, ту самую сумму для реализации проекта, которая вам нужна чистому. То есть, если вам нужно было 300 и вы поставили 300, то уже сразу минус 30 тысяч рублей будет комиссия и вы получите уже не 300, а 270. Поэтому этот момент нужно учитывать и закладывать комиссию планеты и платежных агрегаторов также в общую финансовую цель. Продолжаем историю о том, что Планета.ру довольно лояльная площадка. Большинство краудфандинговых платформ работает по принципу все или ничего. То есть, либо 100% собрано, либо 0%. Даже если вы собрали 99,9% в рамках своей краудкомпании, то проект будет считаться неуспешным на большинстве краудфандинговых платформ. И все средства вернутся обратно людям, которые ваш проект поддерживали, а автор не получит ничего. Собрали 97%, были максимально близки к успеху, но проект по суровым законам краудфандинга будет считаться неуспешным. И автор не получит этих средств. Мы, площадка лояльная, мы понимаем, что на самом деле от 50% и выше это уже та сумма за которую автор уже держится. И она в любом случае куда больше, чем ноль. И опять-таки наш опыт как лидирующая краудфандинговая платформа говорит о том, что зачастую опять-таки благодаря плодотворной работе авторов проектов над своими проектами он позволяет недостающие суммы сборов например 25-30% получить уже не из краудфандинга, а зачастую люди находят партнеров по реализации проекта, которые готовы включиться в проект финансово, но не в рамках краудфандинга или инвесторов, либо опять-таки находят людей, соратников заинтересованных в реализации этого проекта и закрывают эти статьи расходов так скажем человека ресурсами и по сильным включениям в проект, то есть может быть монтажер или цветокорректор или костюмер и так далее и эти люди находятся именно благодаря тому, что человек работал над своим проектом, продвигал его, рассказывал о нем на территории интернета и в оффлайне и благодаря этому находятся такие люди, которые могут закрыть часть восходов вне краудфандинга. Поэтому мы прекрасно понимаем, что 75, 60, 80% это точно лучше, чем ничего и там недостающие эти проценты гораздо проще где-то найти, сэкономить или получить вот таким-либо альтернативным образом, о котором я сейчас говорил. Поэтому все проекты от 50% до 99, и 9% мы тоже считаем успешными, также переводим средства авторам проектов, но в этом случае наша комиссия несколько увеличивается, ей становится она 15%, то есть в случае сборов от 50% до 99, и 9% комиссия планетно-платежных агрегаторов будет равна 15%. Еще один такой момент, мы переводим средства авторам проектов в этом случае не насильным путем, а только при согласии. То есть мы согласовываем этот момент с автором, если он готов получить условно 65% от собранной суммы и выполнить все обязательства перед теми акционерами, перед теми людьми, которые поддержали этот проект, то мы переводим средства. Если же проект не собирается ни 50%, то в этом случае мы проект считаем неуспешным, и все деньги в этом случае переведенные в проект возвращаются акционерам в полном объеме. Вот такие вот условия сбора средств у нас на планете. Повторяю, при 100% и высшем сборе наша комиссия вместе с платежными агрегаторами будет равна 10%. При сборе от 50% до 99,9% комиссия на 15% и при сборе средств менее 50% все деньги в полном объеме возвращаются акционерам. Не забываем, что и 10, и 15% для подстраховки нужно закладывать в общую финансовую цель проекта. Идем дальше. Следующий момент, который тоже нужно учитывать, это налоги. В данный момент по российскому законодательству все средства вырученные в рамках крауд-проекта переводятся как доход. Перед запуском проекта мы с автором подписываем документы. И вариантов подписания существует два. Мы подписываемся как с физическим лицом, либо как с южническим лицом, то есть ИП или ООО. В случае подписания документов с физическим лицом при переводе средств будет вычитаться НДФЛ налог на доход с физических лиц равный 13%. То есть давайте считать у нас была комиссия планеты, у нас в лучшем случае 10% и если вы заключались как физическое лицо, то еще НДФЛ 13%. Итого 23% сверху можно закладывать. таковы условия инвестительности, в которой мы находимся. Вот 23% сверху той суммы численно, которую вы хотите получить, нужно закладывать. Это при подписании документов с физическим лицом. Если с ИП или ООО, то есть с южническим лицом там, все зависит от системы налогообложения, то есть там упрощенка или нет, 6-8% налогов также необходимо закладывать. Ну и четвертый элемент, который должен входить в минимальную финансовую цель, это затраты на акции, на те бонусы и вознаграждения, которые будут получать люди за то, что поддержали ваш проект. Некоторые из них придется производить, хранить и отправлять по почте. Что естественно все эти элементы требуют некоторых затрат, и их нужно ну хотя бы примерно постараться учесть и заложить в общую финансовую цель. Итак, теперь собственно переходим как раз к акциям, бонусам, вознаграждениям, в общем все то, что люди будут получать поддерживая ваш проект. Мы выделяем условно три варианта бонусов и вознаграждений. Первый это безвозмездные акции. Это акции, которые вам как авторам проектов не будут стоить абсолютно ничего, но и тем людям, которые будут такие акции приобретать, тоже не будет от них особо тепло, жарко, холодно. Но это такие условные акции, которые в рамках проекта будут стоить 100, 200, 300 рублей. В общем весьма условный ценник акции и такое же весьма условное вознаграждение, которое будет направляться людям, которые эти акции приобрели. Что это такое? Это зачастую спасибо. Спасибо ВКонтакте, спасибо Фейсбуке, спасибо СМСкой, имейлом, на странице проекта, в новостях проекта и так далее. То есть такой весьма условный кибернетический поклон плюс карме, как его не называй, в общем-то условная благодарность на просторах интернета, которая вот авторов проекта не будет требовать каких-то особых усилий, что называется just for fun и более того с такими суммами, как я говорю, 100, 200, 300 рублей люди спокойно расстаются, можно сказать, что это такой рублевый эквивалент лайку, на самом деле. Люди просто выразили свою симпатию к проекту, перевели не так уж много средств и получили не такое уж и большое разнограждение. Но не всем понятно, что это за спасибо, что с ним делать, на хлеб его не намажешь, в карман не положишь, но и правда от него никакого удовольствия не чувствуется, плюсов кармы как-то тоже особо не почувствую. для таких людей, которые любят уже что-то посущественнее, по весомее, существует второй вариант вознаграждения, это нематериальные акции с вознаграждением. Что это значит? Это опять-таки акции, которые нельзя пощупать, потрогать, поставить на полку, вставить в компьютер или в DVD-плеер или надеть на себя, но блага от этих акций можно уже на себе ощутить. Что это может быть такое? Титры. В рамках кинопроектов прекрасная возможность и прекрасный вариант для вознаграждения. Титры могут быть как финальные и могут стоить не так уж дорого, а могут быть и заглавные. А это уже куда престижнее, куда почетнее, ну и соответственно куда дороже в рамках вознаграждения. В любом случае даже финальные титры также там может просто находиться блог спасибо поддержавшим нас на Планета.ру и большой список людей, которые подключились к вашему проекту. Это уже приятнее, это уже на века, это осталось как минимум на территории интернета, если планируется DVD-издание на физическом варианте, но опять таки титры не пощупаешь, не потрогаешь, но это довольно приятно. Это уже греет душу и в рамках кинопроектов это прекрасная возможность для вариантов вознаграждения. Следующий элемент массовка. Она всегда нужна, всегда необходима и людям довольно интересно опять-таки просматривая дома результат проекта поставить на паузу и сказать вот он я, вот здесь в красной шапочке стою. Их тут много, конечно, но это точно я помню. Для особо стеснительных и нежелающих участвовать в съемочном процессе можно просто организовать экскурсию на съемочную площадку для того, чтобы люди окунулись собственно в эту кухню, посмотрели на съемочный процесс изнутри, как это происходит. Ну и вообще на самом деле съемочная команда, команда кинопроекта это большая концентрация творческих интересных людей, которые могут проводить мастер-классы по актерскому мастерству, в режиссуре, в операторской работе, может быть кто-то еще и фотографией занимается и так далее и тому подобное. То есть большое количество вариантов каких-то мастер-классов или творческих встреч можно предлагать в рамках крауд-проекта, в рамках вознаграждения. Опять-таки это не будет стоить авторам проектов по сути ничего, только займет банально время и там человеческие силы на встречу с людьми и не больше того. Частую можно эти встречи даже организовывать по скайпу, опять-таки если там люди, которые приобретают эти акции, находятся не в том же самом городе, что и в общем вариантов нематериальных акций в рамках кинопроекта действительно большое множество, потому что команда кинопроектов это всегда большая концентрация творческих и интересных людей, с которыми в принципе интересно пообщаться, послушать их интересную историю. Ну и третий вариант акции это материальные акции, это то, что придется производить, печатать, заказывать где-то, откуда-то, забирать, хранить, потом паковать и отправлять по почте и так далее. это самые сложные конечно акции для авторов проекта, но и самые приятные для людей, которые их будут получать, потому что их можно держать в руке, можно поставить на полку, на них можно опять-таки поставить автографы, что делает этот презент куда дороже и приятнее, и памятнее и так далее. в рамках кинопроектов собираем на фильм сам фильм, то есть DVD, диск, если кто-то будет выпускать на VHS, то точно так становится самым главным вещественным материальным вариантом вознаграждения, то есть тот сам продукт, тот сам фильм, короткометражка, документалка и так далее должен становиться тем самым самым главным материальным вариантом вознаграждения. Опять-таки, если планируется физическое производство, физический выпуск кино-видеопроекта, если нет, то только цифровая версия опять же, но если да, то в обязательном порядке DVD должен присутствовать в планах проекта. DVD можно делать с буклетом, который можно вписывать на акционеров, ставить на автографы актеров, режиссеров и так далее. реквизит. Съемочный реквизит в большом количестве можно предоставлять в рамках фамилии вознаграждения. Реквизит с текущих съемок, реквизит с прошлых и так далее. Вот не зря здесь изображена фотография петуха, потому что в рамках опять-таки кинопроекта короткометражной комедии петух, целых три петуха, один главный герой, два дублера, ушли собственно в руки добрых акционеров, которые поддержали проект. Вот собственно три живых настоящих петуха ушли в рамках краудпроекта. В общем любой доступный реквизит, который будет интересен и востребован людям в рамках обладания его после краудпроекта это только приветствуется и становится хорошим вариантом вознаграждения. Опять-таки к разговору реквизита это может быть и какой-то дополнительный реквизит, который не напрямую участвует в кадре, это флопушки, это те же самые тарелки, которые разбиваются перед началом съемок и так далее. Все это может стать памятным напоминанием о том, что человек поддержал проект, помог ему в реализации и вот такой вещественный бонус может храниться на полке как напоминание. Переходим к пятому элементу краудпроекта, к той самой ракете, к продвижению. То, чем придется заниматься команде проекта долгое время, как я уже говорил, 24 часа 7 дней в неделю придется над этим работать, но оно правду того стоит. И предстоит этим заниматься на самом деле еще до нажатия кнопки запуска, до старта проекта на филотфайминг платформе. Заниматься своим проектом и его продвижением придется также заранее. На самом деле нужно будет не только составлять черновик проекта, снимать видеообращение, но и уже начинать работать со своей аудиторией. то есть если уже таковая есть, если есть сообщество в социальных сетях, то там уже нужно проводить подготовительные работы к старту краудфандингового проекта. Допустим, сегодня после этого вебинара вы можете в своих социальных сетях написать о том, что сегодня посмотрел вебинар, посвященный финансированию продвижению кинопроектов и всерьез задумался над тем, почему бы не попробовать нам с вами такую схему взаимодействия. Как вы считаете? И собрать уже первый фидбэк, первый отклик о том, как вообще люди к этому относятся. Интересная вам схема такая взаимодействия или нет? Ну, уже потихоньку начинать прощупывать. Многие, опять-таки не знают, что такое краудфандинг. Вы уже теперь сможете в двух-трех словах рассказать, показать какие-то примеры и постепенно-постепенно уже выстраивать диалог со своей аудиторией именно в этом ключе. В ключе того, что есть такая схема сотрудничества, схема финансирования проектов и вы хотите предложить своей аудитории такую схему воспользоваться. Это вот как раз та самая подготовительная работа, тот самый теплый старт, который мы всегда приветствуем в любом проекте. Как и всегда, в каждом из предыдущих элементов, очень много подготовительной работы для того, чтобы просто на момент старта уже вам проще и легче жилось и больше оставалось времени именно на продвижение. Поэтому, если у вас по какой-то причине до сих пор нет сообщества в социальных сетях или где-либо еще на просторах интернета, где вы точно знаете, что сконцентрирована ваша аудитория, люди, которые прислушаются к вам и вы с ним сможете построить диалог в рамках продвижения и финансирования проекта, то нужно это сделать. Нужно создать общество, нужно найти какой-то форум и так далее. нужно концентрировать вокруг себя ту аудиторию, которая заинтересована в тех проектах, которые вы реализуете или планируете, реализуете. Заранее также нужно подготовить весь медиаплан, то есть пошагово, чуть ли не каждый день расписывать, что, когда, где будет публиковаться, в какой социальной сети, в инстаграме, что будет в твиттере, в какой форум, кинофорум, вы обратитесь за поддержкой или разместите свой пост о том, что вы запустили крауд-компанию. Максимально приближены в действительности четкие шаги, которые вам предстоит делать. Это на самом деле упростит правду вам жизнь, если у вас будет очень четкий распорядок действий на время существования вашего крауд-проекта, чтобы вы не хватались за голову и не знали, куда писать сегодня, к кому обращаться, к кому вы уже обратились. Не будет путаницы, будет очень четкая структура и вам будет куда комфортнее и продуктивнее по действиям. Для того, чтобы опять-таки была не только структура и распорядок и график обращения и размещения тех или иных постов, в социальных сетях нужно подготовить и все тексты этих постов, личных сообщений, пресс-релизов и всего остального. на первое время нужно это все заранее приготовить, чтобы потом это просто уже делалось практически на автомате. Личные сообщения отправляются с таким примерно текстом, посты первые три недели мы выкладываем вот такого содержания, пресс-релизы, уже готовые заранее мы отправляем в те издания ну и создаем медиакит медиакит это как раз-таки набор дополнительных мультимедийных файлов публикации статей видео фото материалов которые опять-таки помогут более подробно рассказать о вас о вашем проекте о ваших предыдущих работах и так далее по запросу по необходимости чтобы это опять-таки у вас было под рукой и вы молниеносно выслали все эти материалы которые вас запрашивают и чистое это естественно делают журналисты но это обязательно опять-таки должно быть у вас под рукой три основных канала по которым нам придется заниматься продвижением вот они здесь представлены будем разбираться с каждым одним из них по шакрам ну понятное дело что самое первое самая близкая и самая отзывчивая аудитория в рамках краудфандинга это естественно друзья и родственники друг познается в краудфандинге это уже было не раз проверено на самом деле и мы не просто так перефразировали это действительно тот опыт с которым столкнулись мы и авторы краудфандинговых проектов которые запускались у нас какие инструменты работы с самым близким сегментом аудитории то есть друзьями родственниками и с самыми близкими участниками ваших сообществ которые максимально заинтересованы в реализации ваших проектов понятное дело что это социальные сети личные сообщения публичные посты на вашей личной странице email рассылка потому что до сих пор не все зарегистрированы в социальных сетях есть люди которые сторонятся этого повода рядом своих личных причин им можно писать email а некоторым можно напрямую позвонить привет помнишь много раз говорил тебе о планируемом старте краудпроекта ты знаешь как мне это важно дорого я рассчитываю на твою поддержку зайди пожалуйста на email или в социальные сети там я тебе уже написал письмо со ссылкой на свой проект пожалуйста надеюсь на тебя жду твоей поддержки и спасибо большое за радио ну и для совсем близких можно организовывать некоторые мероприятия на своих приуроченные собственно к старту проекта где вы уже сможете зарядить людей своей живой эмоцией своим желанием реализовать этот проект рассказать все детали в личном формате и выразить свои надежды на их поддержку вашего проекта следующий следующая часть аудитории с которыми вам также придется работать в рамках продвижения это лояльная но неуверенная аудитория та аудитория которая ставит лайки даже делает репосты заходит на страницу проекта им вроде бы все нравится они интересуются но они не делают самым главным шагом не поддерживают ваш проект по какой-то причине не доходит собственно до самого главного как с ними можно работать для них существует идеальный механизм это новости проекта на странице любого проекта на планета.ру есть такая вкладка как новости проекта где авторы проектов могут публиковать все нововведения все новости все интересные события связанные с проектов компанией ну по сути это получается такой внутренний блок большой жж посвященный непосредственно вашему проекту какие могут быть темы для новостей проекта первые результаты к примеру вас поддержала первая десятка человек и об этом вы пишете нас поддержала первая десятка спасибо им большое это самые отзывчивые люди некоторых из вас не знаем даже лично в общем большое спасибо и предоставить писать либо вы собрали в первые дни какую-то круглую сумму в цифрах или процентах ура за первую неделю мы собрали целых 20% вот общая сумма проекта целая пятая часть прекрасно надеемся что темпы сбора мы сбавлять не будем опять-таки всем большое спасибо появились новые акции в проекте точно так же иллюстрируемых рассказываем о них поподробнее в новостях проекта изменилась финансовая цель проекта в большую или меньшую сторону об этом тоже нужно писать что ребята благодаря краудфандингу нашлись люди которые помогут нам с монтажом и на самом деле это изрядно сократит наш бюджет все эти деньги которые мы планировали пустить на монтаж теперь они пойдут на костюмы и дрим ну к примеру и картинка будет еще ярче приятнее интереснее это отлично здорово и спасибо вам большое тем еще раз либо наоборот ребята сейчас курс нестабилен и вообще в принципе мы ориентировались на одну оцену той же цвета коррекции а оказалось что она чуть-чуть другая поэтому нам придется собирать чуть больше и надеемся что вы понимаете почему так происходит и надеемся на вашу поддержку в команде могут появиться новые люди дополнительные участники проекта либо может кого-то не хватать и об этом опять-таки тоже нужно писать в рамках крауд проекта в рамках новостей либо если будут проходить какие-то дополнительные мероприятия в поддержку вашего проекта их тоже нужно освещать в новостях это все опять-таки повышает прозрачность проекта показывает людям что авторы проектов не просто повесили свой проект на просторах интернета на платформе и ждут когда произойдет какое-то чудо люди видят что авторам не безразличен этот проект они над ним работают как и в социальных сетях так и внутри планеты и это автоматически располагает и дает больше уверенности в том что люди действительно заинтересованы в реализации этого проекта действительно стараются и это дополнительная мотивация к тому чтобы проект поддерживать третья часть аудитории которая придется работать в рамках продвижения это СМИ и лидеры это естественно больше такая статусная история которая будет полезна на будущее и так далее потому что на самом деле минимум печатных интернет-изданий прилагают ссылку ссылку на проект зачастую хорошо если пишут о том вообще на какой из краудфандинговых платформ запущен проект ну а ссылка это редкая роскошь на которую правда согласны далеко не все печатные дизайн с лидерами мне не попроще естественно потому что это часто какие-то блогеры форумы там со ссылками конечно уже несколько проще но этот блок тоже не нужно забывать обязательно нужно охватывать его в рамках продвижения своего проекта что тут нужно сказать нужно сказать о проекте Дмитрия Васюкова и съемке его документального фильма посвященного счастливому циклу фильмов документальных под названием «Счастливые люди» это цикл документалок посвященных самым простым людям которые живут вдалеке от цивилизации живут в домах деревянных которые сами построили зачастую даже и без электричества охотятся рыбачат ну в общем занимаются самыми настоящими исконными профессиями настоящий ручной труд кузнецы охотники рыболовы плотники и так далее и вот на очередной свой такой фильм Дмитрий собрал средства у нас собрал более 4 миллионов рублей на реализацию этого проекта почему мы часто приводим этот проект и этот фильм в пример потому что Дмитрий очень грамотно и широко поработал как раз со средствами массовой информации в какие источники он обратился для поддержки это документальное кино разумеется он обратился в СМИ связанные с документалистикой но он не ограничился только им он посмотрел на свое кино и на свой проект гораздо шире и так это документальное кино которое снимается на территории Горного Алтая на заповедной территории России соответственно это заповедная туристическая территория а значит можно обратиться и к изданиям посвященным туризму географии природе внешняя биография и гео также откликнулись на поддержку размещения информации о проекте географии следом фильм о людях которые занимаются таким вот исконными промыслами охота рыбалка соответственно и СМИ связанные с охотой и рыбалкой также попадают под продвижение данного проекта Дмитрий обратился к ним но они тоже откликнулись ну и самая главная находка Дмитрия это на тот момент когда проект был запущен в моде были образы бородатых канадских лесорубок среди мужчин то есть это клетчатые рубашки накаченные мускулы и борода до пояса зачем нам канадские лесорубы когда у нас есть свои русские настоящие мужики такие же лесорубы такие же плотники такие же жилистые крепкие и такие же бородатые поэтому мужской глянец в том числе и джеки поддержал проект Дмитрия Васикова и это все говорит о том что действительно нужно о своей идее говорить в максимально широком диапазоне то есть рассматривать ее не только в рамках кинопроектов но и смотреть под какие еще варианты под какие дисциплины спектры воздействия СМИ ваш проект может попадать можно максимально широко рассматривать свои идеи ну и нужно не забывать о лидерах мнений и опять-таки прибегать к их поддержке Дмитрия так удачно все совпало что когда-то в молодости он ходил собственно на занятия на кружок к Виктору Шендеровичу ну и что Виктор Шендерович тоже об этом вспомнил о том что когда-то они давно-давно уже встречались и поддержал его постом в социальной сети который изрядно таки помог продвижировать проект и самое главное принести финансовые средства в рамках компондингового проекта Дмитрия это все по продвижению и возвращаемся в самое-самое начало к нулевому этапу о котором тоже обязательно нужно сказать а нулевой этап это позиционирование и вас как автора и вашего проекта позиционирование ни в коем случае не должно выглядеть вот так никакой протянутой руки никакой помощи пожертвований ничего-то такого в общем шапки по кругу и всего вот этого в рамках продвижения и позиционирования вашего краудпроекта звучать не должно потому что краудпандинг это не пожертвование это не безвозмездная помощь это все-таки взаимовыгодное сотрудничество автора проекта и людей которым этот проект интересен вы как автор проекта и тот самый главный двигатель его продвижения и реализации вы должны нести совсем другой взгляд вы должны нести ряд победителя человека который больше всех любит знает и ценит этот проект и этими эмоциями вы должны заряжать для того чтобы у людей не оставалось никаких сомнений почему ваш проект нужно поддерживать почему его нужно реализовывать и выпускать какие мотивы поддержки должны могут присутствовать и все они должны как раз заключаться в вашем позиционировании проекта соучастие сопричастность повторюсь еще раз что краудфандинг это взаимовыгодное сотрудничество вы как автор предлагаете всем желающим вместе с вами создать фильм создать сериал выпустить документалку снять клип или снять концерт все это вы как автор проекта сможете сделать только если к вам подключится энное количество людей поддержат вас рублем то есть по сути люди пускай дистанционно пускай посредством интернета но становятся частью вашей команды для вас как для автора проекта это безумно важно и это должно быть и может быть важным и интересным для людей которые вас поддерживают пусть он где-то далеко пусть он рядом с вами но он хочет почувствовать себя частью большого и серьезного проекта и он подключается к его созданию пусть так пусть через краудфандинг но он становится частью этой большой и серьезной работы желание реализовать идею достичь цели человеку действительно хочется увидеть это кино действительно хочется чтобы этот сериал вышел и так далее ему важен финальный продукт ему важно получить итог вашей работы очень интересно как все получится либо у человека уже точно уверенность в том что все будет очень хорошо и так как надо и ему очень хочется получить финальный продукт и это прекрасная мотивация для участия в краудфандинговом проекте меркантильные интересы также востребованы и ни разу не пристежаются в рамках краудфандинга хочу хлопушку хочу именно этот мастер-класс хочу сходить именно на этот фестиваль и так далее и тому подобное или хочу эту футболку тоже все это абсолютно нормально и востребовано среди мотивов участия людей в рамках краудфандингового проекта акции бывают разные акции безумно интересные и отлично если они побуждают желание людей участвовать в проекте человеку может быть даже абсолютно все равно на финальную цель проекта может быть не интересен ни режиссер ни фильм который он сейчас снимает но вот те 2-3 акции которые представлены в рамках проекта его действительно заинтересовали и он с большим удовольствием их приобретет и будет безумно рад такому приобретению а автор проекта получит необходимые средства для реализации своего проекта симпатия автора либо авторитет автора это все тоже играет большую роль в мотивах поддержки потому что здесь в первую очередь эти два фактора во многом зависит от того видеообращения которое вы снимете человек может вас не знать видеть впервые но если в видеообращении вы грамотно доходчиво интересно красиво расскажете о своем проекте зарядите идеи то у человека возникнет симпатия к вам то есть он вас не видел не знал посмотрел видеообращение буквально влюбился с первого взгляда в ваши горящие глаза он видит насколько вам интересно реализовать этот проект насколько вы уверены в том что у вас все получится и он без особо сомнений поддерживает ваш проект либо человек уже давно знает вас знает ваши работы и точно уверен в том что за что вы не возьметесь все точно получится и никаких сомнений у него этот проект вообще не возникает почему нужно вас поддерживать финансово да потому что этот режиссер или этот сценарист действительно крутый видел его предыдущие работы и я полностью уверен что дальше будет только лучше без вопросов поддерживать это основные мотивоподдержки хорошо если все они будут присутствовать все 5 будут присутствовать в замках вашего краудпроекта это все безусловно поможет достичь вам заветной стопроцентной отметки сборов или даже перешли через меня посмотрим теперь несколько вариантов проектов которые у нас были запущены и успешно реализованы на плане на самом деле их уже большое множество и с каждым разом становится все сложнее сложнее выбирать какую-нибудь тройку пятерку самых лучших потому что все они на самом деле хороши все они большие молодцы потому что сделали все правильно нашли свою аудиторию поработали собрали средства и реализовали свой проект первый проект это корректометражный фильм цепная реакция корректометражный фильм который сняли ребята из свердловской киностудии у них я на самом деле сейчас покажу у них было запущено два проекта и оба как видите успешно реализованы оба проекта на не самые большие не самые масштабные суммы оба проекта были направлены на пост продакшн вот это как раз их случай когда первая собранная сумма оказалась недостаточной то есть во время пути собачка смогла подрасти и та сумма которую они изначально заявляли для сборов оказалась по итогу недостаточной для реализации своего проекта но благодаря реализации своего первого проекта они смогли найти ту аудиторию которая этот проект также интересен как и им они смогли с ним грамотно поработать выстроить грамотные отношения и когда они пришли на планету со вторым проектом они уже смогли этой аудитории объяснить почему так получилось почему им хватило средств и нашли вотклик и во второй раз и успешно собрали необходимые средства оба раза сейчас ребята учитывая все предыдущие свои ошибки в рамках продвижения проекта готовят новый проект и на этот раз они не торопятся его запускать как раз они готовят большую подготовительную работу со своей аудиторией грамотно продумывают как раз план продвижения в общем ребята готовят собственно телегу зимой для того чтобы потом стартовать уже с большим успехом следующий проект я думал о нем слышали если не все то очень многие проект зубовой рыба моя это на самом деле удивительная история о том как абсолютно практически никому не известный режиссер стал известен очень и смог собрать удивительную команду на самом деле международную из разных стран для того чтобы реализовать свой проект тут на самом деле стоит сказать о том что я действительно проделала огромную работу и она действительно жила своим проектом и благодаря тому что она действительно горела и болела своей идеей и смогла зарядить желание ее реализовать очень многих людей как вне краудфандинга как вы видите в рамках краудфандинга почти что 500 человек поддержали первый ее проект благодаря этому я прошла через очень большой и интересный опыт в рамках краудфандинга ну самое главное что они смогли организовать этот первый проект но не только его следом за ним они смогли реализовать и свой второй проект даже побывать на каннах вместе со своим короткометражным фильмом либо я то есть на самом деле человек благодаря краудфандингу и усиленной работе и желании реализовать свой проект благодаря этому и первый и второй проект и третий проект на самом деле этот третий проект это документальный сериал о том как раз как были реализованы первые два проекта как это было тяжело как это было нелегко как проходили последствия и съемки этого короткометражного фильма на самом деле рекомендую всем следить за выходом документального сериала потому что это будет полезно посмотреть всем на самом деле Тая Зубова очень много и очень часто рассказывает о краудфандинге мы ее часто приглашаем потому что это взгляд изнутри это взгляд автора и то что всегда Тая говорит всем кто задумывается о краудфандинге это чистая правда и мы об этом говорим краудфандинг это большая очень сложная работа которая на самом деле отчасти не изменит вашу жизнь но во многом в лучшую сторону опять-таки в первую очередь потому что благодаря краудфандингу вы сможете реализовать свою мечту реализовать свой проект хотелось бы показать еще два проекта и рассказать о них в следующем ключе эти два проекта пришли к нам на планету абсолютно самостоятельно и в довольно рекордные сроки смогли собрать и даже пересобрать заявленные суммы получилось у них это во многом благодаря тому что люди прошли пускай удаленно пускай в онлайн режиме но люди прошли наш образовательный курс краудфандинга сами в этом нам лично признались и поблагодарили за это у нас в разделе трансляции есть вкладка с архивом всех наших занятий первого курса школы краудфандинга это большой блок из 8 лекций в которых мы детально как раз рассказываем и разбираем вообще по винтикам все элементы краудфандинга проекта и схем его продвижения и авторы следующих двух проектов как раз самостоятельно скажем так прошли через этот образовательный курс стали нашими онлайн выпускниками нашей школы краудфандинга и благодаря тому что учли все те моменты о которых мы в этом образовательном курсе говорили благодаря тому что все это взяли к себе на вооружение смогли грамотно провести работу над созданием и продвижением проекта поэтому проект по фильму законств учен третьего собрал более 450 тысяч рублей а постпродакшен космического фильма колыбель собрал 230 процентов от заявленной своей суммы все это говорит о том что ребята действительно провели очень грамотную работу над своими проектами видите оба проекта поддержала изрядное количество человек фильм постпродакшен поддержала почти что 200 человек проект исключенного третьего 160 человек прекрасные цифры прекрасная работа спасибо на самом деле авторам проектов за то что заблаговременно подготовились к запуску и продвижению своих проектов и воспользовались лекциями нашей школы краудфандинга не примите воспользоваться такой возможностью и вы там правда очень много интересного и стоящего материала который можно с него брать на вооружение ну что ж это все на данный момент лекция моя подошла к концу и сейчас я перейду собственно к вопросам которые я надеюсь вы мне задали в чате да так и есть так вопросы так звук 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 говорили звук плохой нормально так ну в итоге звук нормальный все ясно понятно это хорошо будут ли вопросы друзья жду вопросов если вопросы не созрели сейчас на данный момент то предлагаю задавать вопросы на почту автор собакопланета.ру сейчас я вам ее покажу вот на эту почту можете смело задавать все интересующие вас вопросы еще раз спасибо за просмотр вебинара и если появятся сейчас еще вопросы я я вам не хочу хорошо надеюсь было все ясно понятно и самое главное полезно все это вам пригодится для запуска и продвижения вашего проекта надеемся увидеть их на страницах планеты.ру так есть первый вопрос это хорошо смотрите если вы начинающий режиссер и действительно пока нет у вас заслуг которыми вы могли бы похвастаться или же те работы которые могли бы вам помочь в продвижении проекта то тут нужно смотреть альтернативный вариант если в вашей актерской команде человек который мог бы стать условным лицом вашей команды ну и вообще оценить команду вашего проекта на как раз предмет тех людей которые могли бы стать условным локомотивом в рамках продвижения вашего проекта если на данный момент таких людей нет то тут нужно возвращаться к тому о чем я говорил нужно начинать в первую очередь заниматься аккумулированием вокруг себя аудитории которая будет этот проект интересен востребован ну и пытаться ее расширять увеличивать и опять-таки в первую очередь благодаря команде команде проекта то есть каждый по чуть-чуть должен привлекать к этому проекту аудиторию увеличивать ее собирать бюджеты на территории интернета для того чтобы эта коммуника расширялась расход и там уже вы смогли вести грамотную работу над своим проектом так есть ли возрастные ограничения на краудфандинг ну на самом деле для запуска проекта основное ограничение 14 лет то есть начиная с 14 лет вы можете начинать запускать проекты возможно ли проведение сбора денег на фильм «Дни планеты» на сайте проекта будет ли он успешным на ваш взгляд да нет и почему безусловно можно естественно повесить на свой сайт счетчик любого веб-кошелька и пытаться собрать там необходимые средства это не будет настолько платформа и эффективно как размещение проекта на краудфандинговой платформе объясняю почему мы как краудплатформа уже изрядно обточили весь сервис который будет очень полезен и удобен самое главное в пользовании для автора проекта смотрите у вас есть возможность разместить красиво видео отлично оформить ну то есть у нас есть удобный и эффективный конструктор проектов то есть вы сможете его удобно оформить разместить все вознаграждения с разбиткой на цену в каждом из вознаграждений вы сможете указать все необходимые детали о том когда будет готово вознаграждение в каком количестве оно присутствует если это какие-то вещи то какие существуют размеры цвета формы и так далее самое главное благодаря этому всему вы сможете точно знать сколько сколько человек какого пола где они живут какие именно варианты вознаграждения они хотят и так далее то есть вам если вы разместите у себя на странице некий функционал того же интернет кошелька то это будет просто донейшн вам будет куда сложнее выстроить обратную связь с вашей аудиторией а так у вас будут имейлы адреса для отправок в случае чего даже телефоны для личной встречи по необходимости и так далее то есть у нас большой инструментарий для того чтобы автор проекта максимально плотно и качественно работал со своей аудиторией ну и опять таки вы не сможете там как на своем сайте если вы поставите там просто интернет кошелек это будет опять таки как донейшн просто висеть и не будет дополнительной мотивации в рамках краудфандинга это опять таки и счетчик обратного времени сколько дней осталось это фиксированная сумма которая вам необходима для реализации это и для автора очень важный мотивационный момент вы запускаете большой красивый и функциональный краудфандинговый проект который обязует вас за условно полтора-два месяца решить финансовую проблему вместе с своей аудиторией это куда эффективнее работает чем просто копилка на вашем сайте так имеется ли статистика влияния российского экономического кризиса на краудфандинга смотрите краудфандинг располагается весь на территории РФ и собственно находится исключительно ну так скажем в рублевой среде обитания ну а что еще с рублями делать внутри страны и не перемещать между людьми между хорошими людьми с хорошими проектами поэтому на данный момент влияние кризиса на темпы сбора и реализации проектов пока не особо ощущается возможно он ощущается только в том плане что некоторые проекты могли бы быть подешевле подешевле в рамках финансовой цели но это уже не в наших силах как на эту историю повлиять а так в целом не наблюдается в общем негативного эффекта текущей финансовой ситуации на отечественный рынок краудфандинга следующий вопрос участвуют ли акционеры из развитых стран мира география акционеров наших проектов довольно широка это не только РФ и СНГ но это естественные места оседлости бывших граждан СССР Израиль Европа Соединенные Штаты Америки и так далее география достаточно широкая но по преимуществу все-таки это так или иначе русскоязычное население русскоговорящее устойчивое население на данный момент естественная география постепенно и постепенно расширяется многие умудряются снимать классный трейлер и предоставлять стоящие материалы еще до того как закончился сбор средств они одалживают и стоит ли так делать не совсем я в курсе откуда берутся деньги на стадии еще существования проекта хорошо если есть там функционалы одалживания или каких-то хорошо если беспроцентных займов и так далее вообще на самом деле очень хорошо когда авторы проекта уже могут какую-то часть пускай не финальную пускай промежуточный вариант но показать еще на стадии запуска проекта то есть если есть какой-то трейлер или отрывок опять-таки допустим в идеальном формате если автору есть что показать еще на старте проекта или в процессе существования проекта это очень хорошо это значит что авторы проекта действительно работают над ним прямо сейчас действительно что-то происходит в данный момент и когда это все иллюстрируется пользователям и людям которые поддержали или планируют поддержать проект это естественно мотивирует поддержку показывает в первую очередь то что авторы не сидят сложа руки в экране мониторов и не смотрят с надеждой на финансовый счетчик проекта а параллельно тоже занимаются большим количеством дел в первую очередь работают над своим проектом поэтому это обязательно нужно демонстрировать все что происходит внутри проекта все этапы его развития естественно нужно демонстрировать еще вопросы так вопросов больше я не вижу еще раз большое всем спасибо за то что присутствовали на трансляции еще будут дополнительные вопросы оставляйте их нам на e-mail и еще раз большое спасибо и до встречи до свидания